Кто виноват и что делать? Такие вопросы подчас задают те, кто попал в ДТП с участием электросамоката. И таких в последнее время становится все больше. Кроме того, участились случаи травматизма, в том числе детского, при использовании этого вида транспорта. Приобретая в пользование или аренду электросамокат, необходимо помнить, что значительная часть из них обладает мощностью более 0,25 кВт, что подразумевает обязательное наличие водительского удостоверения категории М. Права этой категории предоставляются лицам, достигшим 16 лет. Несоблюдение указанных требований влечет установленную законом ответственность, а именно за управление электросамокатом в отсутствие водительского удостоверения, частью 1 статьи 12.7 Кодекса РФ об административных правонарушениях предусмотрено наказание в виде шрафа в размере от 5 тысяч рублей до 15 тысяч рублей. За управление электросамокатом без мотошлема или в незастегнутом мотошлеме статьей 12.6 КОАП РФ предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 1 тысяч рублей. Кроме того, в случае управления электросамокатом лицом, не достигшим возраста 16 лет, может быть рассмотрен вопрос об ответственности его родителей или иных законных представителей за недлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка, которое предусмотрено статьей 5.35 КОАП РФ в виде штрафа в размере от 100 до 500 рублей. Продолжение следует...